на рыбалку хочу хочу на рыбалку привет друзья хочу сегодня познакомить вас с классным обалденным рецептом приготовления копченой рыбы в частности это будет скумбрия у нас значит сразу проговорим обязательно условие которое нужно для приготовления этой рыбки домашних условиях это нужно иметь коптилку которую устанавливаете на газу и при помощи ее потом совершаете копчение вот это вот обязательно условия что можно использовать еще в домашних условиях скажу честно не знаю возможно там где-то за городом на даче можно какие-то бочки использовать или еще чего-либо в домашних условиях оптимальный вариант это коптилка я покажу позже я купил через интернет она где-то в районе 30 долларов стоит прекрасно помещается на плите можно ее подключить к вытяжке мини будникова дыма и будет что самое главное естественное классное копчение так а пока мы приступаем значит берем скумбрию замороженную естественно я ее уже разморозил и мы чистим от внутренности от кишков значит сразу рекомендую не давать ей полностью размораживаться она должна быть немножечко подмороженная для того чтобы легче чистилась вот а потом уже даем ей полностью разморозится вот как сейчас и сейчас просто-напросто возьмем еще раз хорошенечко и промоем холодной воде и так рыбу я помыл уже под холодной водой смотрите первое тонкость уточнения обязательно удаляйте жабры они во-первых дают некоторую горечь во-вторых это место которое может наиболее быстро и раньше испортится поэтому удаляйте его то есть здесь получается удалены внутренности жабры осталась просто голова значит приступаем теперь к следующему этапу это рассол рассол я уже подготовил значит скажу что здесь присутствует значит на 1 литр воды мы берем 80 грамм соли 40 грамм сахара и 5-6 штучек душистого горошка вот у меня здесь 6 литров как раз вот хватит на это количество рыбы значит правило номер два рыбу которую мы будем в последующем коптить она должна быть обязательно уже готовая к употреблению если знаете что морскую рыбу рекомендуется лить не меньше суток речную рыбу солить рекомендуют не меньше трех суток это для обеззараживания для удаления возможных паразитов и так далее и тому подобное я в данной ситуации использую нестандартные 100 грамм например соли на 1 литр воды а 80 грамм но соответственно так как это все-таки морская рыба и увеличиваю срок засолки до трех суток то есть рыба будет просолена и обеззаражен за это время естественно получит определенный пересол но потом мы его будем вымачивать это уже будет потом заливаем нашу рыбу рассолом и так рассолом залили я сейчас это все еще поставлю блюдечко чтобы рыба не всплывала чтобы она была полностью в рассоле и ставим в холодильник на трое суток и так друзья прошло трое суток достала рыбку из холодильника так она выглядит здесь убираем блюдечко наше которое прижимали чтобы рыба не всплывала вот так вот она уже выглядит что сейчас делаем сливаем эту рапу этот узлук или рассол собственно и ставим вымачиваться холодную проточную воду на 4 часа если у вас не проточная вода тогда меняем воду в течение 20-30 минут и так прошло 4 часа с момента вымачивания рыбы теперь что делаем берем рыбу и и и обвязываем для последующего подвешения на сушку стараемся так вот заводить брюшка чтобы она была закрыта вот в таком виде потом ее подвешивать будем для того чтобы оно обсохло так вот готово теперь вешаем на сушку минимум на 1 час и так подвесил я сушиться вот здесь вот на вытяжке у себя поставил под низ поддончик для того чтобы вода стекала для ускорения процесса сейчас еще поставлю вентилятор направлю чтобы обдувал и обсушиваем эту рыбку минимум час все после этого встретимся и так рыба подсохла сокла нам не где-то два часа первые и снимаем делаем следующий немаловажный момент это берем растительное рафинированное масло и хорошенечко обмазываем всю рыбку для того чтобы во время нашего копчения при котором присутствует термообработка эта шкура не полопалась так пока рыба убираем в сторону начинаем готовить коптилку для копчения я использую фруктовую щепу смесь фруктовых деревьев значит что мы делаем размещать мы коптилку будем на газовой плите кого электро тут на электроплите то есть и каждая из сторон нашей коптилки будет находиться над своей горелкой значит над каждой горелкой то есть каждой стороны я насыпаю по 4 столовые ложки щепы разравниваем на дне чтобы она ровненько было по дну распределена ставим поддончик для сгора жира ставим решетку и начинаем выкладывать рыбку значит стараемся чтобы рыба не соприкасалась друг с другом для этого я использую зубочистки то есть для распорочек и обязательное условие ставим их на копчение брюшком кверху чтобы минимальная была потеря жира то есть вкусного то что есть в рыбе все и теперь это ставим на газ и так поставили на газ загрузили полностью все что делаем дальше дальше ставим крышечку и вот сюда так называемый гидрозатвор сюда наливаем воды для того чтобы дым не пошел по всей кухне есть такое дело теперь что делаем теперь включаем на полную мощность обе комфорки засекаем время ровно три минуты с момента как вот отсюда сносика пойдет первый дымок только первый дымок пошел сразу засекаем время ровно три минуты и после трех минут полностью выключаем комфорку ну естественно когда дымок только первый пойдет я уже одену вот такую трубочку и выведу ее в вытяжку и так прошло ровно три минуты с момента полного нагрева комфорками значит температура внутри сейчас достигла 85 градусов и теперь мы оставляем в дыму нашу рыбу с выключенными комфорками коптится на два два с половиной часа вытяжку естественно включаем чтобы в квартире не пахло дымком и так друзья после копчения рыба простояла ночь в холодильнике вот и хочу показать как она выглядит выглядит видите равномерненько прокоптилась здесь вот видно жирок вот почему собственно брюшком кверху ставим для того чтобы вот этот жир не вытекал то чтобы рыба не было сухой вот ну теперь возьмем вот небольшую вот так вот она выглядит видите абсолютно целая шкура нормально все прокоптилась вот теперь сейчас возьмем и разрежем ее мягонькая но режется видно что это рыба конечно горячего копчения то есть она не такая плотная упругая как рыба холодного копчения вот так выглядит на приближение видите рассыпчатая рыба настоящая классное горячего копчения итак друзья пару ненкостей и пару очень важных моментов приготовления первое необходимо рыбу солить так чтобы это после посола был абсолютно готовый продукт потому что именно вот такой метод копчения который использую я он подразумевает отсутствие тепловой обработки дополнительной к самому процессу соления то есть наш процесс непосредственно копчения он только дает вкус копчения цвет запах но термическую обработку не проводит данной рыбы поэтому рыба должна уже быть полностью готова к употреблению после посола поэтому я трое суток собственно говоря ее и солю чтобы не было пересолено потом и вымачиваем значит второй момент чтобы был соответствующий цвет хороший и не лопалась шкура это обязательно нужно предварительно подсушить а потом намазать растительным маслом значит и следующий момент касаемо самого времени копчения то есть почему используется именно такой метод копчения то есть три минуты на опилке дается огонь и потом это два часа находится в дыму да по элементарной причине все что нужно для вкуса копчения это время дает но не дает излишних канцерогенов которые присутствуют в продуктах копчения миминизируется количество той самой сажи дегтя того самого который образуется при этом копчении поэтому используется именно такой метод все на этом все кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока он улетел но он обещал вернуться